Пробки 9 баллов для краевой столицы привычное дело. Добраться до нужной точки, особенно в утреннее и вечернее время, занятие долго и утомительное. Наиболее загружены основные дорожные артерии. Центр города, Павловский и Зминогорский тракты, Кутузова. Барнаул остро нуждается в новой транспортной схеме. Давно признают и ответственные лица, и эксперты. И такую сегодня разработал Московский Центр экономики и инфраструктуры. На презентации проекта присутствовал и ученый, известный в городе эксперт по организации дорожного движения Сергей Павлов. У нас все говорят, что необходимо бороться с заторами, с пробками и так далее. Но это не та задача, которую необходимо решать, потому что мы заторы никогда не победим, скажем так, с помощью увеличения уличной дорожной сети, либо это необходимо какие-то очень гигантские суммы на это выделять. Основная задача – уменьшение времени на передвижение. Удивительно, но особых планов по увеличению пропускной способности в центре города нет. Эксперт говорит, расширять количество полос и строить сложные транспортные развязки со сложившейся застройкой слишком затратно и пока финансово неподъемно. Поэтому эффективнее заняться улучшением работы общественного транспорта. Если мы сделаем так, что на общественном транспорте будет ездить быстрее и дешевле, причем сочетание этих двух факторов, то часть людей будет пересаживаться на общественный транспорт. Ну, все равно маловероятно. Очень маленькая часть людей пересядет. И как бы, а что людям делать на личном авто? Терпеть. То есть ничего не изменится? Ничего не изменится. Разработчики проекта предложили городу несколько вариантов развития организации транспортного движения. Но в основе каждого – общественный транспорт. Но чем затратнее предложения, тем кардинальнее будут изменения. С общественным транспортом в городе пока не все так гладко. Тариф повышается, а вот качество перевозки упорно остается прежним. Справедливости ради заметим, что определенные сподвижки есть. Так мэрия обещала закупить 18 новых больших автобусов. Такого не было несколько десятилетий. На некоторых дорожных участках уже существуют выделенные полосы. И по словам специалистов, они тоже доказали свою необходимость. Одна из самых ожидаемых пассажирами и перевозчиками мер – переход на брутоконтракты. То есть создание системы муниципальных перевозок. Правда, специалисты пока скептически оценивают вероятность их введения. В любом случае, решить давно назревшие проблемы можно только при внедрении целого комплекса разных сложных мероприятий. Первые конкретные шаги по модернизации транспортного сообщения планируют сразу после завершения ремонта моста на новом рынке. Правда, для реализации проекта городу еще нужно найти около 5 миллиардов рублей. Как оценивают предложения столичных специалистов в администрации города? На каком из них остановятся и будет ли он дорабатываться? Пока не ясно. Мы направили в мэрию официальный запрос с просьбой дать разъяснение по этим вопросам. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.